ну мне алексей макаров исполнитель я видел интервью черсиным которого я знал как разумного спокойного юношу который захлебывался вам не сказали посмотри и прислали ссылку в интернете с горящими глазами как два прожектора я вот атоса его нет он чудесный чудесно он сыграл во первых он вырастает в очень большого артиста его очень большой он невероятно серьезно относится к профессии очень одаренный человек все это вместе как-то так верно сочетается в нем он сыграл настолько благородного настолько красивого настолько безумного в момент драк человека он дерется как берсерк он кричит он страшного превращается в такого чудесная роль чудесная роль такой запоминающийся образ там тоже разбитые женские сердца совершенно по-другому и вот так он такой трагичный и вот так жалко все по ним очень хорошим просто мне вот алексей сказал что на самом деле у вас это лента в голове это уже было много лет то есть вы четко себе представляли что это будет нет это неправда это их ощущение у меня у меня было желание как у продюсера это сделать много лет назад и я понимал что это хорошо бы сделать я делал королеву маргу когда-то и понятно начинаешь сошло и качестве режиссера но не в качестве режиссера нет 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 я поначалу думал о том что прошу бы переснять может быть написать новый сценарий взять песни например прекрасные наевского ну вот такая была вот так же на меня только григорьевич лысенко смотрел чуть-чуть и что-то я гнету хорошо что у нас же вот есть уже с песнями нет-нет но с песнями снова как я я понял что что-то надо с этим делать а как делать я не очень понимал и с песнями я хочу уточнить просто мюзикл имелся ввиду или просто такая музыкальная экранизация я имел ввиду взять песни максима дунаевска и петь их переиграть написать другой сценарий использовать их в этом сценарии сделать я поняла что надо бои усиливать надо делать как-то это все эффект не вот можно ли с песни мне казалось что можно какое-то время потом я понял что нет это нельзя это будет такая отсылка и она ничего не да хотя куда картине хелькевича абсолютно звездные хотя с другой стороны смотря для какой аудитории это все так все конечно сменялось колени как можно было запросто на самом деле сейчас понимаю что наверное можно было запросто но песни написаны к фильма хелькевича диктуют тоже на другой жанр не тут в котором я сделал картину которую мне хотелось сделать они очень красивые эти песни они интеллигентные но они очень четко сидят в тех прекрасных кухонных семидесятых с фигой в кармане для интеллигента и в них-то это проскальзывает это все это поэтому сейчас это все другое а теперь таких песен не пишут и слава богу музыка есть ведь фильм музыку фильме чудесная фильме чудесная музыка потому что я я всем гри музыки не будет я говорю ребят мы делаем картину это будет приключенческое кино эмоциональное трогательное но все что угодно но музыки вы же понимаете нам на это поле переходить будем делать драки погони будем надеваться будем снимать в замках но не будет и когда я привез материалы композитор шилыгин силы начал писать я вдруг начал слышать что он пишет он очень талантливый человек очень и он но он хлест и бригаду писал при том что он такой консерваторский вдребезги он может у него очень эмоционально энергичная музыка очень современной и он мелодии пишет почему легко и сколько угодно и очень красиво когда стало понятно что надо кинопрокат и я скажу лишь ну давай в лондонский оркестр а не было прецедентов как бы совместной работы отечественных кинематографистов лондонского симфонического оркестра который основной оркестр кинематографии в мире а бюджет позволял бюджет позволял но не позволял лондонский оркестр они у них худсовет решает кому они будут писать музыку кому не будет и никто повлиять на их решение не может и когда они согласились так я не имел потому что согласились они когда что выше показали им что или им давали материалы мои сотрудники или с ними переписку я поняла что вопрос формальный что они откажут и они не отказали и на какой материал какой-то трейлер не трейлеров еще не было фотографии из проб ну что-то им туда отправляли информацию о создателях кто они искать проверяют качество происходящего в общем забавная была история и они грандиозные конечно они записали всю киномузыку начиная там от и дианы джонса и джеймса бонда заканчивая властелином колец и гарри поттером это все они и я такого состава музыкантов не видел конечно никогда это поразительно было как они игра это и самое удивительное знаете что что это слышно в зале когда начинает разведенные на 6 на 6 каналов начинает играть музыка вы когда 79 музыкантов там найти и и писали это в р-студио где стену пинк флойда писали и это студия стива мартина который продюсер и аранжировщик битлс да и и это дирижер который титаник дирижировал и это звукорежиссер который пишет все вот вот на последнем оскаре 4 номинации из пяти его ник чудесный там парень как мальчоночка выглядит я давно работает и мне как открыли фильмографии 2 картина шрека дальше все пошло и когда это все они свели записали и все что они играли осталось на пленке они пропала куда-то как обычно это к сожалению и вдруг это раста растасканный на 6 каналов вокруг тебя начинает играть этот оркестр и начинает бегать мурашки я на перезаписи спрашиваю звукорежиссера который ну конечно перезаписи появляется в последний момент он не не читал не видел такой самый из тех кто работает над фильмом самый свежий зритель который остался у кого еще что-то можно узнать выше остальные уже так замылились они же ничего не понимают я был или вот у вас мурашки бегают 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 мурашки они начинают играть бегают мурашки и это конечно я не думал что и так будет слышно мне зачем ты выпендриваешь зачем тебе лондонский симфонический оркестр ну что это за может и пижон ничего не пижон все это слышно и слышно в кинотеатре просто очень 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 здорово не политкорректно но без злого умысла иронично но без сарказма пристрастно но по-честному правда 24 и евгений додолев с понедельника по четверг в 19.30 на телеканале москва 24